Слава Украине! Привет всем от Полонского! Есть апдейт по Бавовне, которая сегодня произошла утром в Ольховатке. Это Воронежская область, Ольховатский район или Вильховатка, как правильно. Ну, такое дело, кому как нравится. Да, в любом случае там расшисты, я уже рассказывал, разместили склады с боеприпасами. И, собственно говоря, думали, что убого за бороду схватили, спрятались. Здесь, в общем-то, их никто там не найдет, поскольку от действующей линии фронта, но это находится километрах, наверное, в 50-70, а типа далеко, никто не поймет, фиг найдут. Но ничего у них не получилось. С утра я уже опубликовал несколько видео оттуда, которые показывали, что попадания были точными, только непонятно, что к ним привело и так далее. Значит так, сейчас уже есть понятие, это были дроны, дроны, которые посланы были ГУРом, очень точное попадание, причем, казалось, в два помещения, в два различных помещения, где были складированы боеприпасы. В данном случае расшисты пытались эти боеприпасы спрятать, чтобы их никто не нашел, понятное дело. Вот, это ферма, территория фермы, не знаю, заброшенная, не заброшенная, по снимкам спутниковым сказать очень тяжело. В любом случае, два из помещений на этой, как минимум, два из помещений на этой ферме были использованы под боеприпасы. И дроны сначала, ну, один разведывательный дрон сначала вычислил это все дело. Вот, а потом, как минимум, еще два дрона прилетело и сделали свое дело. Было попадание. А потом очень длительное бавовно. То есть, детонировало оно долго, как минимум, часов 5-6. Это говорит о том, чтобы боеприпасов там было много. Все эти, значит, на снимке со спутника видно начальное, скажем так, начальный момент этой детонации. То есть, там пошел пожар, пошли взрывы. Вот, ну, а дальнейшем уже это будет еще, как говорится, спутник сделает оборот вокруг Земли, снимет еще раз это место, и мы увидим, что там осталось после попадания. В любом случае, опираясь на видео, которое приходит в место, абсолютно понятно, что была именно детонация, именно боезапаса, потому что там взрывы, ну, взрывы снарядов или же крупнокалиберных патронов, вряд ли можно с чем-то перепутать. Там такой фейерверк был, что, господи, прости. Вот, то есть, расшисты в очередной раз разместили в населенном пункте, подчеркиваю, в населенном пункте свои боеприпасы, поэтому еще раз призываю жителей территории, оккупированных кремлевским режимом, гнать расшистов, если вы видите расшистов, бандитов путинских в форме, которые что-то делают у вас под окнами недалеко от вас, соответственно, гоните их своего населенного пункта, гоните вообще путинцев, гоните любых, связанных с кремлевским режимом. Почему? Потому что они, ваш дом, принесут несчастье. Вот как получилось с этими людьми, которые жили в населенном пункте Ольховатка, где, вот, собственно говоря, после того, как путинцы разместили, как минимум, в двух помещениях свои российско-фашистские склады, ну вот, теперь там идет детонация. Я вам не скажу, на настоящий момент закончилась она или нет, такой информации нет. Но часов пять после того, как прилетели дроны, оно там бабахало. Соответственно, вы же прекрасно понимаете, это боезапас и это боеприпасы, и там разлет Осколковых и всего остального, их самих разлет. Соответственно, все, кто рядом жили, пострадали в результате действия путинских наемников, путинских бандитов. Ну а мы с вами стали еще на один день ближе до нашей перемоги, потому что минус очередной склад у расистов. Все будет Украина.